Еще два месяца назад, а порой и того меньше, они вглядывались в мятежный горизонт Донбасса, дежурили на опорных пунктах и мечтали о доме в окопах под Авдеевкой. Сейчас войны 57-й мотопехотной бригады проходят реабилитацию в медцентре у самого моря. Теперь их обязанность не быть готовыми к атаке, а вовремя являться на процедуры. Новинка санаторного сезона – ванный зал с европейским оборудованием. Самое то после фронта. Салана хорошо помогает для ступни ног, потому что постоянно уберется. И поперековая зона, ну поперек, массирует так отлично, помогает. Дежу с масштаба приходишь туда, в комбинации оно отлично помогает. За две недели восстанавливается спина отлично. Ну после службы оно как-то отвлекается по форме, ну взял форму. А тут люди приятные, никто не комит, не грубит, не ругается. Я не слышал ни одного мата, ничего. Ну, именно отдохнул хорошо. Бойцы говорят, что в отведенной реабилитации две недели они успевают пройти множество процедур, пообщаться с психологом, погулять у моря, пойти в оперный театр и самое радостное – пройти дельфинотерапию. Вдобавок к этому лечебные сеансы на уникальном для нашей страны оборудовании. К примеру, таких, как этот аппарат лазеротерапии. Мы проводим облучение больного участка очень эффективно при заболевании суставов. Мы имеем очень хорошие результаты. Мы выбираем зону воздействия определенную по суставам. Вот поясничный отдел, можно на шейный отдел позвоночника воздействовать. Мы выбираем зону, аппарат выбирает соответствующую программу. Силу воздействия, мощность, длину волны, глубину проникновения, длительность воздействия. И выполняем процедуру. После перехода санатория ведомства военной гражданские опасались, что теперь для них тут места не найдется. Однако люди в погонах говорят, что сейчас 10% мест в здравнице отданы обычным категориям. Да и то, если бы не карантин и частичная готовность жилых корпусов, доля была бы большей. В перспективе гражданские здесь могут оздоровляться бесплатно. Недавно в структуре Минобороны наряду с боевыми появилось командование медицинских сил. Его руководство говорит, что общий бюджет структуры 870 миллионов гривен плюс более 3 миллионов евро дает Германия. Еще полтора миллиона долларов получили от японцев. Одесский санаторий финансовым вниманием тоже не обойдут. Я думаю, что на обладание они отримают близко 6 миллионов. Враховывая, что аппарат близко 2,5 миллиона корейский, все остальное пойдет на обладание, которое будет замовлено для этого санатория. И отъемлемая часть реабилитации – психологическая помощь. Большинству бойцам тяжело расслабиться после полугода фронтового напряжения. Мы работали группами, применяли такие методики, как медитация, расслабление. Даже научили их расслабляться через напряжение. Деякие занятия наши проходили на берегу моря. Интересно, что вместе с военными пройти реабилитацию прибыли и боевые медики, которые первыми оказывают помощь бойцам. Да, как оказалось, и таким людям тоже нужна своеобразная перезагрузка. Глядя на молодую девушку Ирину, не сразу поверишь, что перед тобой военный парамедик. Стать им девушка хотела еще три года назад. В 2017 году я закончила медицинский колледж. И еще в 2017 году я хотела пойти в армию, как медик и все остальное. Ну, меня не взяли, потому что сказали, что мест нет. Я работала просто в отделении у нас, в городе. И потом в 2019 году я все-таки наважилася, знаю, что есть мест. Ирина признается, что не хотела ехать в Одессу. Думала, лучше отдохнуть в родном Кропивницком. Но бросить свое родное подразделение даже в отпуск и не смогла. И теперь не жалеет. Очень ждет поход в дельфинарий. А тем временем в планах у начальства центра, ремонт корпусов, благоустройство территорий и многое другое. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.